Ну что там, видосик нормально грузится? Постараясь быть максимально крапким и быстро пройдусь по всем этапам настройки ПК и системы. В биосе нужно включить Resizable Bar и 4G Encoding, если это позволяет конфигурация вашей системы. У всех материнки разные, поэтому эти параметры вам придётся искать самим. Теперь к самой игре. Удаляем старые клиенты моды полностью, причём не только в стиме, но после этого зайти в директорию, где осталась папка RadioRNode, и удалить её со всем содержимым. Затем уже с нуля скачать и установить игру. Этот пункт особенно важен для тех, кто ранее установил какие-либо моды. Настройка Windows, на примере Windows 10. Идём в систему, дисплей, настройки графики, включить планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Также ниже нажать обзор и добавить файл запуска игры RadioRNode, куда установили игру. У меня это папка D, Steam, Steam Apps, Common, RadioRNode. Там вы находите исполняемый файл RadioRNode.exe. Он может отобразиться в списке добавленных как Bootstrap Package Game. Панель NVIDIA. Идём в настройки, выбираем управление параметрами 3D. Далее выбираем вкладку программные настройки. В попадающем списке находим программу RadioRNode в RadioRNode.exe. В графе функции ищем режим низкой задержки и выбираем напротив параметр Ultra. Не забываем сохранить настройки кнопкой снизу. Внутри игровые настройки. В игре я нашёл позвонки максимально влияющие на FPS и убрал их до минимума. При этом картинка осталась чёткой. Первый, второй, четвёртый, шестой, восьмой ползвонки оставляем на высокие. Остальные ползвонки убираем в минимум. Отключаем все кнопки, за исключением кнопки декалей. Для 1440p качества можно использовать DLSS на качество, но для Full HD DLSS желательно не включать. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok